Здравствуйте! Это новости на канале НСК 49, студии Татьяны Вачукжанины. Смотрите сегодня. А теперь подробнее об этих и других событиях. Подробности у нашего корреспондента Александра Могилина. Областные и городские власти подписали соглашение о сотрудничестве и контроле с поставщиками тепла и воды. Напомним, с июля текущего года тарифы на данные коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%. Естественно, компании получат от этого дополнительную прибыль, но, подписав соглашение, обязуются потратить ее только на благо Новосибирска и его жителей. Эти серьезные инвестиции, которые мы предусматриваем по 2017 году, позволят нам развивать и модернизировать эти два крупнейших предприятия, обеспечивающих наш город важнейшими коммунальными ресурсами с точки зрения надежности, максимальной бесперебойности, эффективности. Поэтому вот на какие цели направлены эти реализации соглашений. Обсуждая и принимая повышение тарифов, все ветви власти обязывали ресурсоснабжающей организации выполнить основные условия, которые теперь закреплены соглашениями. Дополнительно собранные средства должны быть направлены на увеличение надежности тепловой системы, системы жизнеобеспечения. Второе условие – это прозрачность и доступность для контроля данных работ и затрат, которые будут собраны в результате повышения этих тарифов. Стороны объясняют, что контролировать расходование прибыли от роста тарифов будут не только депутаты, профильные департаменты и комитеты, но и общественники. Информация будет открыта и доступна для жителей. Более того, поставщики ресурсов уже разработали детальный план первоочередных работ. Адресно прописаны тепловые сети, где будет происходить замена таких участков у нас практически 10 километров погонных метров. Это большая работа по модернизации тепловой изоляции. И эта программа в том числе сопряжена с программой повышения качества горячего водоснабжения. Компании будут отчитываться о своей финансовой деятельности два раза в год. Как заявляют поставщики ресурсов, работы по модернизации и ремонту позволят уже через год-два сократить на 11% количество аварийных ситуаций. А в это же самое время городские депутаты должны пребывать в глубоких раздумьях, возможной муки совести и неуверенность в будущем. Сегодня председатель Горсовета Дмитрий Асанцев разослал парламентариям информационную справку по изменению коммунальных тарифов. В разделе «Выводы» дословно сказано, в непростых экономических условиях резкий рост платы за ЖКУ с июля 2017 года на 15% окажет негативный эффект в росте социальной напряженности. То есть, когда голосовали за рост тарифов, про социальную напряженность не догадывались. Теперь, когда на носу вторая акция протеста, резко прозрели. В информпространстве Новосибирска неспокойно, что ни день, то новые разоблачения. Не успел город отойти от информационных войн из-за тарифов ЖКХ, как новое потрясение. В Ютьюбе появился фильм «Кто украл метро» о якобы процветающей в нашем городе коррупции и высокопоставленном чиновнике Андрея Ксензове. А сегодня стало известно, мэрия Новосибирска получила представление прокуратуры об увольнении депутата Горсовета Сергея Бондаренко из МУП «Похоронный дом ИМИ». Парламентарий оказался учредителем другого юридического лица, что является прямым нарушением закона. Тем временем полицейские на коллегии областного главка подвели итоги своей деятельности за минувший год. Начало было жизнеутверждающим. Праздник испортил глава надзорного органа прокуратуры Новосибирской области, указав на то, что правоохранительный небосвод региона не такой же безоблачный. Где именно сгустились тучи, расскажет Александр Булдаков. 2016 год для Главного управления ВД России по Новосибирской области выдался непростым. Пришлось налаживать работу новых структур, управление по контролю за оборотом наркотиков и по вопросам миграции, а также Центра временного содержания иностранных граждан. Появились и новые полномочия. Например, координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения снизился на 303 пункта и составил 1636 преступлений, что является одним из самых низких показателей по Сибирскому федеральному округу. На четверть меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Снизилось количество разбойных нападений и грабежей. А вот число убийств в области выросло на 10% и перевалило за 250. По статистике, большая вероятность лишится жизни в Ленинском и Кировском районах Новосибирска и в Искитинском районе области. По итогам 2016 года зарегистрировано 238 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Раскрыто 81 преступление с его применением. В их числе 16 убийств, 8 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 разбойных нападений. Из незаконного оборота изъято 101 единица огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов и 6 единиц взрывных устройств. Растет раскрываемость преступлений в регионе, следует из доклада. А вот в борьбе с распространением наркотиков наши правоохранители просили аж на 42%. Рост изнасилований вырос на 82%. Это стало известно уже из доклада прокурора области. Преступление против половой неприкосновенности традиционно отличается большой латентностью. Поэтому органы внутренних дел не всегда имеют возможность их профилактировать, как это, например, в Кировском районе, где на протяжении 6 лет в отношении малолетних совершено 62 таких преступления. Прокурор заметил и то, что органы предварительного следствия в нарушении прав человека не всегда подходят взвешенно и обоснованно к вопросам задержания и заключения граждан под стражу. Каждый десятый впоследствии из-под стражи освобождается. Антикоррупционная деятельность полиции в области тоже вызвала вопросы. Задокументировано вдвое больше фактов дачи взяток, чем фактов их получения. Ну, это, наверное, не совсем правильное направление работать. Проблемы, над которыми надо работать, в главном управлении видят. Определены и пути их решения. Направлены не только на оперативный результат, но и на повышение доверия жителей области. Что ж, открыто говорить о своих недостатках самим и позволять это делать другим – серьезный плюс в деле завоевания расположения граждан. Осталось это поддержать реальными делами. К проблеме бездомных животных можно относиться по-разному, но сторонники жестоких методов должны помнить. В том, что появляются бродячие кошки и собаки, виноваты прежде всего мы, люди. А лишать жизни братьев наших меньших – это не только бездрастный поступок. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации – это преступление. Неизвестные среди бела дня расстреляли бездомных животных на Колыванском шоссе между Новосибирском и Кудряшами. Три дворняги жили здесь, рядом с автозаправкой, с лета прошлого года. Зимой им пришлось бы туго, если бы не помогали заботливые новосибирцы. Собрались с неравнодушными людьми, решили, что хотя бы как-то здесь обустроить им какое-то жилище, чтобы как раз должны были буквально через два дня начаться сильные морозы. Мы решили как-то им помочь. На то время откликнулись люди, там собрали паласы, какие-то ковры, одеяло. Вот этим всем мы все обустроили. Ну и с этого времени я начала каждый день. Вот я приезжала сюда, на это место и кормила их. По словам Татьяны, все три собаки, ласковые, послушные, умели выполнять команды. Женщина уверена, что у них раньше были хозяева, которые выбросили дворняк на улицу. Приехав кормить питомцев в очередной раз, Татьяна ужаснулась. Я сразу увидела, что одна собака в крови, у нее был хвост в крови, ухо и как две дырочки на лбу с кровью. Я пошла по трассе, думала поискать третью. Далеко прийти, ну идти мне не пришлось. Я вот буквально тут, меньше 50 метров, я сразу увидела, что третья собака лежит мертвая на обочине. Любительница животных перебрала несколько версий. Собаки могли подраться, одна могла попасть под машину. Однако позже появилась другая версия. Когда я поговорила с работниками заправки, узнала, что чуть раньше проезжала машина, и из машины стреляли по собакам. Все, этих собак двух я увезла, сейчас они находятся на платной передержке. Ну а мертвую собаку я тоже увезла дальше, убрала собачину. У работников АЗС, дежурищих во время расстрела собак, в день визита нашей съемочной группы был выходной. Их коллеги подтвердили, что сменщики рассказывали о стрельбе, но машину увидеть не успели, она быстро скрылась. Татьяна написала заявление в полицию и ждет ответа. Шансов на то, что злоумышленников найдут, мало, но нужно хотя бы попытаться. Статью за жестокое обращение с животными никто не отменял. Кот-экстрасенс переезжает из Благовещенска в Новосибирск. По утверждению бывшего хозяина, британец Чарли Уиткинс, умеет внушать мысли, исчезать, проходить сквозь стены и общаться с потусторонним миром. Устав от сверхвозможностей своего питомца, владелец выставил Чарли Уиткинса на продажу за 5 миллионов рублей. Проблем с покупателями не возникло. Владелец новосибирского экстрасенсорного салона после личного знакомства с суперкисой не удержался от покупки и уже завтра британец Чарли прибудет в наш город. Скромно, но душевно так планируют в этом году отпраздновать Татьянин день в Новосибирске. Ночные клубы, кафе и кинотеатры, ранее устраивавшие по случаю этого праздника оригинальные тематические вечеринки, решили не экспериментировать, ограничившись стандартным набором развлечений и поздравлений. Смогут ли новосибирские студенты отметить Татьянин день, расскажет Василий Акимов. Татьянин день из неофициального праздника студентов постепенно эволюционировал в полу и почти официальный с поздравлениями высокопоставленных чиновников и отчетами о достижениях и планах студенчества и преподавателей. В советские времена о нем почти забыли, не вписывался он своими православными и царскими корнями в коммунистическую реальность. В 2005 году власти придали Татьянину дню официальный статус – День российского студенчества. Приходится он на время сдачи сессии, что делает практически невозможным масштабные празднования. Это в царской России выставляли студентам бочку пива или водки. Сегодня не поймут, так что все будет скромно, но со вкусом. Главным образом – в виде конкурсов и поздравлений. Каждая студентка с именем Татьяна, студентка очной формы обучения, может поучаствовать в конкурсе. Во-первых, она должна прислать свою портретную фотографию, написать краткое резюме о себе, свои достижения, перспективы, хобби. И, собственно, отправить либо почты на адрес профсоюзной организации студентов педагогического университета, либо принести лично в профсоюзный комитет студентов НГПУ в рабочее время. И мы, комиссии, отбираем непосредственно самые красивые, самые успешные фотографии, но и самые интересные истории жизни, хобби, увлечения. Говорят, в этот день во время сдачи экзаменов преподаватели более лояльны к студентам. А в библиотеке одного из вузов решили просить своим читателям накопившиеся грехи, видя не вовремя сданных книг. Мы решили, что нашим студентам очень даже пригодится то, что они придут к нам в библиотеку и сдадут те книги, которые они не смогли сдать. В тучные годы на праздники студентов пытались заработать всевозможные ночные клубы, кафе и кинотеатры, устраивая тематические вечеринки, кинопоказы и праздничные концерты. В нынешнем году, судя по анонсам, все будет скромнее. Поздравлять, конечно, будут, но былого креатива и размаха не наблюдается. Сами студенты, впрочем, не особо переживают по этому поводу, и Татьяне день пропускать не намерены. Хотя и особого энтузиазма не наблюдается. Сессия все же. Ну, не знаю, может быть, будем? Конечно, будем, потому что мы студенты, это наш день. Соберемся с одногруппниками, наверное. Может быть, куда-нибудь сходим с подругой Татьяной. А Татьяна как этот день обычно празднует? Никак, работа. Просто работа. И все. Никакого праздника. Татьянин день был и остается прежде всего праздником для небогатых в своей основной массе студентов. И отпраздновать с размахом и очень душевно можно и без больших денег, и помощи профессиональных шоуменов. Было бы желание и юношеский задор. У нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsq49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я Татьяна Вычукжанина благодарю вас за внимание. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok